Можно ли научиться делать волосковый метод онлайн? Волоски – это процедура, которая вас выделит. Безусловно, это процедура, которая принесёт вам больше денег, возможно, даже какую-то всемирную славу, если вы начнёте гастролировать по конференциям и мастер-классам. Но можно ли освоить онлайн? Сегодня с нашей студенткой, которая закончила онлайн-курс полностью, мы это и обсудим. Так, привет, София! Здравствуйте! Судя по очень странным буквам греческим, ты живёшь явно где-то в Греции. Вот это София, прикол, Караханидзи. А как читается, скажи правильно, фамилию? София Караханидзи. Караханидзи. Класс. Из Греции? А где живёшь? Это страна моей мечты, я хочу туда попасть, но ни разу не была. Ой, приезжайте, я вам всё расскажу, всё покажу, реально. Здесь шикарно просто. Мы в Афинах живём. Я здесь 12 лет, с 13 почти. Короче, местная практически. Ну, можно сказать, фактически да. Так, давно работаешь мастером? Я, вам скажу, я давно закончила базу, это было ещё в институте, но я так от случая к случаю делала. А вот прям на постоянку, так, чтобы постоянно работать, я ушла год назад примерно с работы и решила полностью этом посвятить себя. А что была за работа? Вообще другая область? Вообще другая область, там маркетинг был, я ушла оттуда, теперь работаю только в студии уже год практически, и в студии тоже тогда открыла. Слушай, а у тебя был маркетинг, то есть ты, получается, должна быть суперуспешным мастером, раз ты знаешь всё о маркетинге, и теперь освоила наш курс. Ну, вот как бы нет, потому что именно вот я же смотрю курс Дмитрия Нечаева по маркетингу именно, я поняла, что я полный нормальный курс в этом, вы быстрее красоты именно. Я ничего не шарю, честно говоря, в этом. Ну, сейчас пытаюсь освоить потихоньку. А тебе не слышно, да? Короче, она училась в институте маркетинга, на маркетолога, маркетингу, и вообще понимаешь, что это вообще не то. То, что их учили, то, что ты рассказываешь, это вообще... Абсолютно. Прикол. Прикол. Не прикольно, вернее, это столько лет потратить на то, что не пригодится, да? Это да, это точно. Просто я как-то от этого думала, что не, не пойдёт, и не... Да зачем-то это всё такое... Ну, как бы недолго будет держаться эта тенденция по перманентному макиягу. Вот сейчас как-то для своих карманных денег, а потом как бы уйду. Ну, а потом меня прям вот затянуло в это всё, и мне начало нравиться очень жутко это всё, и мне захотелось прям с головой туда кунуться в купаку и на туру, так сказать. На совсем. На совсем, да, вообще. Окей. А что тебя подтолкнуло пройти курс мой вот этот? А я давно за вами слежу, у вас тоненькая информация была прям вот, которая мне очень-очень сильно помогла по крупицам, в котором я как бы собиралась, каких-то видео, а потом думала, «Це, сижу и укипалки и беру какой-то творчество». А, и ещё плюс я вам скажу. Я в прошлом году после мастер-класса решила к вам записаться, потому что я прошла мастер-класс двухдневный, я за него отвалила 2000 евро. Это было по губам и растушёнка правей вообще. А потом, когда я вошла в ваш курс, и там посмотрела, ну, это вообще венера и земля. То есть там мне вообще не... Как бы мировоззрение в плане трехлажа вообще не поменялось. Я так подумала, не пойду на просто мастерство, это что? Почему бы и нет тогда, раз там информации, в принципе, какой-то новой не было. Ну и потом, конечно... А ты и в клубе состоишь тоже? Да, да, я всё верю. Поняла. Так, а какие были ожидания от курса и оправдались ли они? Ой, всё оправдалось даже намного больше, чем могла я себе представить. Я представляла, что будет курс, что будут как-то подробно объяснять, чтобы вот как вот именно по... по кураторству я вообще не ожидала, что будет всё прям так досконально, прям вот не на твали, а прям очень глубоко будут всё погружать, так трить, прям... Меня никогда так не прийти, честно говоря. Я даже вспомнила, что так глубоко. Ну, нет, чтобы прям вот на тобой... Ну, чтобы тебя заставляли по-хай. Слушай, а если бы не было у нас такого куратора, который не пропускает... Вот таких правил бы не было. Вот, то есть ты не пройдёшь дальше, если не сделаешь хорошо, хотя бы не идеально, но хотя бы хорошо задание, которое вот тебе сейчас дано. Как ты думаешь, ты с большим успехом прошла бы или просто проскакала бы по вершкам? Или, знаешь, как... Очень испугала и даже демотивировала то, что мы не пропускаем дальше, если не сделан урок хорошо. А тебе? Нет, вы... Нет, у меня... Мне наоборот, мне было прям по кайфу. Ну, это сложно было, конечно, потому что, когда... Ну, вот ты думаешь, так вот, вот сейчас всё класс сделал, сейчас отправлю, короче, и прям с первой попытки проиграю, а потом тебе начинается, вот это не то, симметрия не такая, а вот тут ты вообще не то совсем сделала, и у тебя так сразу, знаешь, сидишь, у тебя всё рушится просто вокруг. Это, конечно, тяжело было, потому что ты такой думаешь, что всё знаешь вроде бы, а потом тебя так погружаешь, и ты не понимаешь, тебя там не понимаешь просто. А вот это был сложный момент. И потом же сложный момент был, когда ты вот как-то уже привык как-то по одному делать, а тебе говорят о лучшем, ты прям кардинально по-другому будешь делать это всё. Вот это было очень сложно. Но меня как-то это, наоборот, вот мотивировало дальше работой намного больше себя заставлять работать именно, потому что, ну не знаю, хотелось угодить ещё, не хочу быть куратором. У меня Саша очень большой авторитет, ну и вы тоже, поэтому очень хотелось угодить. Получается, что, как сформулировать, тебя подстёгивало то, что надо дальше. Подстёгивало, да. Слушай, а вот, почему ты на вы ко мне? Давай на ты. Давай. Хорошо. Что я хотела спросить? А, этот срок, этот слишком длинный срок. Вот скажи мне честно, сколько ты занималась в день? Насколько часто? То есть каждый день, через день выделяла время урывками или прям стабильно занималась? И если бы курс был гораздо короче, вот там три месяца условно, ты бы прошла его? Вот за три месяца, я думаю, не осилила бы, только по, вот именно по подсчётам дней, ну сколько дней уходило на то, чтобы проверили там, чтобы потом ещё доделать, потому что не с первого же раза всегда проходили. Так, давай так, смотри, если бы тебя проверяли тут же, вот ты скинула задание, ну если это рабочий день рассматриваем, и в этот же день тебя бы проверили, дали обратную связь, прошла бы это в таком случае полный курс за три месяца? Прошла, ну прям вот с натяжкой, прям вот, может быть, даже не дошла там несколько уроков, я думаю, потому что, да, я не смогла бы, наверное, там не спать, не хитреть. Ну а сколько часов в день ты занималась? Я занималась долго, я занималась весь день, то есть весь свой день, который вот у меня был посвящён уроку этому, я весь день занималась. Я сдавала, но я потом дальше не тренировала, я ждала премьерки. Вот. Потом врачи, они потеряны, считай. Получается, что да, ну как, ну так один день получается, да, ну опять-таки, я же говорю, я не с первого раза проходила. В первых уроках, там вот куда посадить, брось, как она должна выглядеть, так далее, у меня вообще был гулный пипец, честно говоря, я там по 4-5 раз один урок проходила. Вот. Поэтому, ну если, ну 3 месяца, ну нет, ну 4, может быть, да, может быть, да. Вот. А так для меня было оптимально, вот. Можно было, по-моему, самый лучший вариант в 6 месяцев. Вот почему-то мне так кажется, что 6 месяцев прям окей. Потому что я потом ещё подросла, билась там под конец, уже когда, уже пошли уроки, где вот показательные работы и так далее. А я уже такая, ну всё расслабо, сейчас я потихоньку, потихоньку до ползу, просто видишь, что уже есть ещё у тебя дней впереди, то есть месяца не впереди, и я тогда уже более на руках. А если бы меня поджимало, вот я бы по... Ну так ты мне не сказала в итоге реально сколько часов в день, то есть весь день, то есть ты 8 часов в день тренировала? 8. Ну, ну не 8, ну 6, потому что я там, может быть, ещё там поела, отдохнула и так далее, много плеклась. 6 точ. Вот. А как ты думаешь, если бы ты с нуля начинала, тебе было бы проще? То есть я понимаю, я сама по себе знаю, что когда ты садишься, к кому-то на мастер-класс приехал и хочешь сделать как он, а у тебя всё как будто не делает, рука не слушается, нога топает там на педальку, ну вот прям вот всё по-другому, сложнее переучиваться, как говорят. Согласна с этим, да? Нет? Я согласна. Да, я же говорю, что вот когда ты, чем ты, наверное, у тебя выход больше, ты привыкаешь делать как-то по одному, потом тебе говорят, а вот сейчас давай по-другому всё будем делать. И от этого очень сложно отвлекать, да. Мне кажется, те, кто вот с нуля начинают, им легче, потому что они прям вот смотрят на это всё, на Боллингу молятся и, знаю, и идут прямо, ну как сказать, не отвлекаются ни на что, ни на свои, ни на свой какой-то прошлый, ну это, не важен. Ну хотя у меня не такой большой опыт, честно говоря, у меня и нет такого оборудования, у меня весь день, то есть рабочие не сильно запомнят, я не могу сказать, что я прям опытный мастер. Но тем не менее я в твоем инстаграме видела, что ты делала волоски до курса тоже. Да, 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 но это было как раз там, вот я не проходила курс, я просто смотрела, как там кто-то рисовал, что как-то что-то показывали, я вот на этом основывалась. А художественное образование какое-то есть у тебя? Художественная школа, но это было нужно для поступления на архитектурную, я хотела на архитектурную поступить, это черчение, и как-то, по-русски вводит. Ну, рисунок, я не знаю, как это по-русски, где базы рисуют, всякие, такие, предметы, предметы, всякие предметы, это называется от экзара. Какие, знаешь, какие фишечки или что-то, какие-то навыки новые, которые ты на курсе приобрела, вот что-то такое, знаешь, что ты раньше не делала, а сейчас вот прям бах у тебя, знаешь, третий глаз открылся. Я говорила об этом, когда вот только начинали, про треугольник, который, вот, куда осадить брак, где начало головки, вот это для меня, я такая, да ладно, думаю, неужели, так просто. Вот это было, мне понравилось, потом, что еще, карандашами, когда рисуешь именно эскиз, волоски накидывать карандашами, именно мне это тоже очень понравилось, тоже фишечка, ну не фишечка, но как бы это в планах. Вообще это основополагающее на этом курсе, вот научиться рисовать эскиз, который влюбит в себя клиента и который потом ты просто обводишь и все. Да, 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 вот это, вот это мне больше всего понравилось, потому что сразу видно, то есть я раньше рисовала, как-то, меня научили рисовать ниткой, рамочку, и вот эта вот рамочка, она ничего не давала понять, они вроде как смотрят, вроде как, ну окей, но не очень понятно, как это будет, а вот ты меня сэскизил, они сразу посмотрели, им все нравится, я говорю, вот так будет, только они много светлее, потому что я карандашом вот этим рисую черных, ну натерву, вольно, и им сразу все понятно. То есть у тебя, получается, упростилась работа с клиентами, ускорилась согласование эскиза, да, ты его чуть дальше слышишь, но зато они такие, о, да, вот я по себе это заметила, просто я помню. Да, 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 ему, им тоже очень нравится, им сразу все понятно, и они соглашаются быстрее, они начинаются вот это вот, знаете, а вот здесь как будут волоски, а вот это вот как, а вот здесь небольшое расстояние, там, им сразу все понятно, но они как бы в симметрии тоже не разбираются сильно, поэтому они смотрят, кажется, гармоничным лицом, все, они согласны, нормально. Вот. Рус, как ты умудрилась сохранить такие прекрасные брови, не могу налюбоваться просто. Я еще не щипала. Просто, да, ответ такой, не трогать. Не трогать. То, что дадено, не трогать. Так, какие сложности основные во время обучения у тебя были? Вот прям, не знаю, что тебе мешало? Симметрия очень, я не могла никак. Вроде бы у меня как-то формы неплохие получались, мне Александр говорила, но несимметричные. Вот симметрия у меня, у меня до сих пор, кстати, симметрия не очень хорошо. Я так вот, пока еще тебя перебиваю, как-то по рукам, пытаюсь исправить, я в процессе до сих пор. Это моя самая большая боль. Слушай, а как ты думаешь, есть же даны, в принципе, достаточно простые механизмы. Я вот твои работы посмотрела, можем сейчас, кстати, если хочешь, глянуть. Так, смотри, и мы их обсудим. Вот, например, женщина, да, тут вот как раз про симметрию, то, что ты говоришь. Сами волоски, в общем, бровь смотрится живой, хорошей, да, за исключением ее, который за периметром. Но, если говорить о симметрии, то ты, что не делаешь? Вот тех линий простых, о которых я говорила, вот твоя бровь, посмотри, она какая. У тебя тело нижнее ровное, верхняя часть тела ровная, хвостики, на самом деле, тоже ровные, просто они искажены над бровной дугой. Это я вот об этом постоянно говорю. А здесь у тебя нечитаемая практически форма, если к ней приглядеться. То есть, это какая-то такая мягкая дуга, поняла? Чуть-чуть больше как бы графичности, я не говорю о том, чтобы прямо она была вот с углами какими-то жесткими, да, но чтобы читалась линия, чуть-чуть больше вот этих вот вещей, и ты сможешь отзеркаливать, просто очень легко. Вот тебе прям, возможно, кстати, вот сейчас я с тобой разговариваю, думаю, сейчас я эту тетечку загоню, мы же можем все, ты неограниченного времени? Да, просто ты должна будешь применить это, и у тебя все получится. Сейчас эту тетечку мы сюда вставим. То, о чем я говорю, вот твоя работа. Открываем новый слой, выбираем цвет поярче, и смотри, если... Так, у меня микрофон, как всегда. Если относительно глаза строить линию, а мы по глазам ориентируемся, да, потому что это у нас такое нечто незыблемое, уже смотри, видно, да, если мы центр переносицы возьмем примерно тоже, уже видно, что вот это ты на расстояние не соблюла. Ну, то есть, вот если ты просто для себя возьмешь момент построения эскиза, могут идти брови клиенту, но потом первое, что ты находишь, это, ну, где они сидят и подходят ли они этому лицу, да, потому что кому-то прямые, кому-то высоко изогнутые, кому-то, ну, такие классической формы, вот ты с этим определилась, нарисовав одну бровь, например, и начинаешь вторую зеркалить, и ты должна это делать вот прям по вот этим точкам, то есть, вот твоя какая проблема сейчас основная, да, что ты вот эти вот наши критериальные точки, ты как бы на них как будто не обращаешь внимания, и что ты делаешь первое, это смотришь, где вторая бровь должна быть по симметрии, и именно вот эти вот простые прямые линии, вот смотри, вот на этой брови ты вот не дорисовала вот этот кусочек условно, видишь, и она у тебя уже получилась вот такая вот, вот такая, дугообразная, у неё нету вот этой формы, а если её нету, простой формы, когда мы делаем тело прямое и хвост прямой, вот как твоя бровь, если этих точек нету у тебя, вот они, если эти линии не одинаковые, то ты не можешь и перенести на соседнюю бровь, потому что тут не на что опереться, потому что где вот здесь вот линия, где начинается излом, её нету, видишь, здесь такая дуга получается, и слева и справа две дуги, в общем, немножко друг на друга похожи, но вообще не симметрия, вообще даже находятся в разных местах, поэтому я хотела сказать тоже об этом в чате, что-то руки не дошли, но вот ты видишь, да, то есть вот здесь вот ты вылезла слишком, у тебя она длиннее получилась эта бровь, вот здесь она у тебя получается, этой части не хватает, она короче, она чуть выше находится, это просто ошибка, самая распространённая из тех, которые я видела вообще всегда на обучении, поняла? Да, 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 я согласен, всем рисовать свои брови, все будут счастливы, вот просто, вот, ну вот подумай, посмотри, вот она у тебя за счёт чего такая идеальная и гармоничная, сидит на месте, и простые линии очень, то есть, вот здесь ты могла дорисовать это дело такими лёгкими, пушковыми линиями, смотри, давай сейчас этим цветом делаю, который у тебя использовался, чтобы было более похоже, то есть, вот ты, вот здесь вот чуть-чуть дорисовала, и вот она уже совсем другая, смотри на вид, видишь, ты взлом создала, она получилась почти, что как твоя, да, глаз, убрать вот эти вот красные линии и вернуть, ну вот, вот здесь я бы, наверное, убрала вот то, что ты залезла вперёд, вот здесь вот по мелочи, поняла, то есть, чтобы она была в симметрии, да, и что мы здесь вот тоже, вот здесь ты можешь ещё чуть-чуть дорисовать, чтобы она выше стала, потому что вот эта бровь у тебя выше, да, и голов, ну короче, вот эти вот мелочи ты докидываешь, и получится практически та же самая работа, которую ты сделала, но уже более благородная, во-первых, форма, потому что вот эти пиявочки, они, ну вот, выглядит как пиявочки, как будто что-то не хватает, вроде лучше стало, совсем же не было, лучше стало-то в любом случае, да? Ну да, но чего-то не хватает. А вот здесь вот на второй брови то же самое, только по нижней части, получается, тебе не хватает, то есть вот здесь вот ты не довела немножко, ну, потому что она у тебя тоже такая получается, и вот здесь вот, чтобы она стала длиннее, подрисовать, чтобы появилась вот эта форма, как у тебя, поняла? Да, да. Всё, вот такие. Это мелочи, да. И плюс ещё, если придираться со всем, то, конечно, её бровей совсем нету, поэтому на них опираться, наверное, нет смысла. Вот эти вот три пера я бы убрала, чтобы они картину не портили, вот внизу. Поняла? А, окей, да-да-да. Я просто так всегда, вот так, боязненно к этому отношусь, я спрашиваю, а можно вот эту волосиночку убрать, а можно вот эту вот убрать, а вам ничего страшного? Некоторые просто так сбривают, это всё нас. Нет, я же тоже весь курс построен на том, чтобы сохранить как можно лучше, сделать немножко лучше, но сохранить как можно больше своих. Но иногда бывают совсем нелепые волосинки, которые можно удалить, даже не спрашивая, потому что картину портят они. И всё, и в принципе по волоскам есть ещё над чем работать, безусловно, хоть ты курсы закончила, правильно? Да. Ну да. Куда совершенствоваться, но... Ну я не останавливаюсь, я дальше делаю там по две, по три брови в день, пока если нет клиентов, я занимаюсь ещё на окладках. Но у меня уже всё лучше получается, мне кажется. Я ещё, да, а, у меня в следующей, на следующей неделе мужчина, во-первых, ещё камень бы это не звучало. Супер. Слушай, ты, во-первых, что сделай, запроси у него фотографию и порисуй по трёху. По совещайся. По совещайся в чате. И второе, я не знаю, конечно, разница есть во времени, но эскиз вышли на согласование, чтобы мы тебе подсказали, помогли, поняла? Хорошо. Потому что мы тоже заинтересованы. Даже, наверное, я скорее буду более доступна, да, нет? Как у нас со временем. Ну, короче, можешь даже мне присылать. Ну, вообще, в чат присылай сразу улюлюкой, чтобы обратили внимание. Хорошо, да, да, да. То, что мужчины вауфект производят очень большой, и... Ну, вот я сижу такая уже, на нервах вся думаю, странновато. А, вот так, спрашивай, ты спрашивала, как решилась на курс. Я тогда ещё такая думала, может быть, мне ещё рано, может быть, я ещё до этого не доросла, там до волосков и так далее. Я там пыталась что-то рисовать на латексе, я прислала тебе фотографию в инстаграм, спросила, можно мне его вообще? Есть ли потенциал там? Можно идти на курс? Или лучше что-то полегче? И ты мне так это воодушевлённо всё рассказала, что у меня есть потенциал, у меня прям сразу крылья выросли, и я полетела. Я такая, всё, беру. Слушай, я этого даже не помню, если честно. Мне часто присылают, и когда есть настроение, я отвечаю, особенно, когда мне работы нравятся. Иногда такую дичь присылать, что мне даже, ну что вы, издеваетесь, что ли, мне присылать? Так что, если я говорю, что есть потенциал, я не вру. Ну, видишь, ты закончила одна из первых курсов. Молодец. Потенциал, безусловно. Спасибо, Блин, за всё. И тебе, Саше, я ещё напишу тогда, потом. Слушай, вопрос вытекает сразу из этого. То есть, если бы ты мне не написала, или если бы я тебе не ответила, ты бы, возможно, подумала, что, ну, как бы ещё не доросла, курс сложный, там, что-нибудь такое, да? А на деле ты же понимаешь, что курс рассчитан на то, чтобы всё охватить. То есть, после него, по идее, не остаётся вопросов о бровях, волосковой технике. Ну, как бы, да, но я как-то всё время себя так накручиваю, что, может быть, это для тех, кто не знает волоски, но там, предположим, они виртуозные в растушёвке, поэтому им будет легче там машинку держать, правильно носить пигмент и так далее. Это совсем там новички-новички, которые ещё не очень хорошо в этом всё разбираются, а такие базовые новички, то есть, которые уже что-то знают получше. Ну, как-то так, не знаю. Я не знала, я не думала, что это прям вот можно от начала до конца прям именно новичка-новичка дотянуть. Вот. Знаешь, какой вопрос? А не было тебе скучно на курсе? Потому что я разжёвывала, я хотела, чтобы все могли учиться и опытные найти себе фишечки и новички тоже. Не было скучно, не казалось? Мне скучно не было, я наоборот так напряглась, что у меня недослуг от Эйвел, а я там пакала каждый день буквально. Ну, это практически. То есть, я много работала с этим, мне наоборот было много чего непонятно, особенно там эскизов, как их строить, там, как они должны переплетаться. Мне вообще не скучно было, честно говоря. Наоборот, да. Я была удивлена, когда большая часть курса, большая прям часть, 90% людей застряли на первых уроках на именно построение, на эскизе, на симметрии. Я была прям удивлена. Я тоже, я тоже, я была удивлена того, что многие не дошли вообще даже до середины. Меня это удивило, честно говоря, потому что я думала, что мастера достаточно такие все очень опытные, которые собрали, и все таки все знаем, все умеем, а получилось так, что дотянули там не много. Сколько там, 10 человек дотянули? В этом и проблема, что многие считают себя классными, хотя очень слабые на самом деле, и застревают на достаточно простых уроках, прям надолго, если не навечно вообще. Ну да, потому что, если ты очень много думаешь, что знаешь, а потом тебя тыкают носом во что-то, что ты не знаешь, тебе такая самооценка падает, хочешь приехать дальше контакта? Да, 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 и думаешь, да, ну нафиг, с собой, реально. Слушай, а как ты думаешь, как подготовить людей, чтобы они понимали, на что идут? Ну то есть, я и так максимально честно говорила, будет сложно, надо будет много работать, вы не пройдете дальше, если у вас, ну, не примут задания, то есть, нету такого, что ты купил курс, тебе его вот так отдали, и ты что хочешь с ним, то и делаешь. Курс это значит учиться, потому что я понимаю, что если просто отдать, никто вообще не будет, его положат на полочку на несколько лет, потом вообще скажут, ой, кому эти волоски нужны? Ну вот. Ну смотри, мне кажется, лучший способ это показать, там, сколько начали, сколько закончили, то есть, что, в принципе, что это очень сложно и для тех, для ребят, которые начали и думали, что его пройдут, ну не знаю, как-то так, наверное. Ну как нужно подготовить человека, если он думает, что он все знает? Ну никак, наверное, только если он попробует, он поймет, что он ничего не знает. Я хочу приводить сейчас пример с Сорбонной, знаешь, есть университет, университет такой в Европе, куда может поступить вообще любой, вообще, но доходят единицы, потому что каждый там семестр отсеиваются огромные пучки людей, которые не тянут просто. Но поступить может любой. И я же не могу за всех решить, сможешь ты, не сможешь. То есть, я могу в кого-то поверить, сказать, вот ты сможешь, а он там три урока издуется, ну, все же свои силы рассчитывают сами. Ну да, в принципе. Ну не знаю, это самое, от человека зависит, это невозможно подготовить, мне кажется, к этому человеку. Действительно, все было, все было прозрачно, все говорили, все было на столе. То есть, все карты были, что будет сложно, что надо будет пахать. Я просто, одно дело, что у тебя в голове под названием пахать, сколько других людей под названием пахать. То есть, два часа для кого-то это пахать, а для тебя, может быть, это вообще просто развлекаловка. Вот, поэтому, ну, это от таких... Какие у тебя были впечатления от преподавателя, от меня, потому что мы с Сашей такие достаточно задротистые, и категоричные где-то, ну, то есть, плохо, мы говорим плохо, мы не будем говорить, не плохо, но надо поработать. Надо ли где-то гладить больше по головке, или прям все нормально? Ну, нет, я вот, мне сначала показалось, что достаточно жестко, то есть, изначально было вольно реально, когда Саша начала, там, когда она начала проверять, она говорит, так, вот это вот не так, вот это вот надо поделать, а вот тут вообще в симметрии вообще неправильно, я такая, в гли, в комжембойл, в кипалке, а потом, ну, как бы через себя надо переступать, это надо перейти, и сложно потом, конечно, после такой разборки сидеть и как-то себя опять заставлять работать над ошибками, но мне, не знаю, я, честно говоря, такая, упёртая, если я заплатила, то мне надо отбить 100% от того, что я заплатила, вот это, кстати, тоже очень хороший мотиватор, то есть, большие деньги, когда заплатишь, я думаю, всё-таки это очень хорошо работает, но мне не показалось, что прям совсем такие строгие, прям такие задротистые, что прям, ну, невозможно работать, мне всё понравилось, честно говоря, и Саша, и ты как отвечала, всё же по делу, всё же по делу, это же не просто из головы сказать, что вот ты мне драпишься, а просто разобрали ошибки, что на что обижаться, непонятно просто, нет на что. даже. Ну, даже просто правду люди не любят, многие. Ну, потому и не дошли много до конца. Что изменилось у тебя в твоей работе, то есть, там увеличился ценник, какие-то клиенты, другие сложности в работе с клиентом, ну, вот, знаешь, что-то вот, ты выросла за это время в работе, вот, цена, там, не знаю, что-то изменилось? Честно говоря, нет, но у меня больше клиентов пошло, у меня заработал сарафан, то есть, то, что ко мне, те, кто ко мне приходит сейчас, это чисто от сарафана, я не делаю ни рекламу, ничего, то есть, инстаграм, я очень слаба, кстати, ни сторис, там, я сильно не выкладываю, так как у меня с этим проблемка, вот, а ко мне идут именно на работы, то есть, они смотрят, и, и, на них смотрят и говорят, я тоже так хочу, и они приходят, потому что реально аналогов такие воробей здесь нет в Греции, тут до сих пор микроблейтинг, так что, о чем говорить. Слушай, ну, живя в Афинах, в столице, ты можешь начать зарабатывать очень много, я думаю, что тебе нужно все-таки потрудиться над инстаграмом, потому что даже когда ты видишь на ком-то, мой тебе совет, на ком-то хорошую работу, ты такой, а дай страницу, а на страницу идешь, а там что-то не то, и ты такой, в сомнениях, то есть, ты теряешь, чтобы она была как визитная карточка идеальная, где все твои работы прям классные выложены, старые поудалять, потому что большой контраст между какими-то старыми там и сейчас новыми, ты сама видишь, да? Да, да, да. Ты говорила, что ты фото стала по-другому делать, да? Это да, действительно, я стала фоткать по-другому, видео снимать по-другому, ну, ну, все в принципе, то есть, от эскиза до готовой работы все по-другому теперь, вот, и даже, ребят, а, ко мне пришла одна девушка, которая там, типа, блогер, что-то такое, она сама, то есть, она не пришла, я ее даже не знала, она сама просто сделала брови, потом мне звонит такая, говорит, а давай я тебя прорекламирую сама, вот, потому что мне понравилась работа, я тебя прорекламирую, просто, я такая, ой, спасибо, спасибо большое. Класс, у тебя развивается по идеальному сценарию вообще работа, просто по мелочи привести в порядок страницу и начинать повышать цену вместе, ты сможешь очень много зарабатывать, собираешься ли ты обучать, то есть, это же следующий шаг обычно у мастеров, ну, типа, когда уже все заработал в этом перманенте, надо учить. Да, я хочу, но я не хочу сейчас, потому что я, как бы, думаю, что я еще не готова, блин, какой готова там вообще, по-моему, еще совсем даже я очень сырая, ну, и в какой-то момент, когда у меня будет там достаточно клиент дуры, что если я пойму, что я вот уже такой мастер, который стоит твердо на своих ногах, да, я захотела поработать тренером, до этого еще, по-моему, перед и перед, я бы хотела. Класс. Окей, так, как курс повлиял на вашу профессиональную карьеру и личное развитие? Ну, это, наверное, в принципе, есть, да, то, что ты сейчас отвечала? Ну, да, ну, я, знаете, знаешь, и самое большое, то, на что повлияло, это то, что я кайфую, вот, я кайфую от работы, мне нравится, то есть у меня был большой период, когда я смотрела там на свои работы, мне даже не хотелось постить в Инстаграм, вот, ну, ну, блин, ну, не очень, вот, реально, мне самой не нравится, а сейчас я больше с гордостью больше своей фотки в Инстаграм, своих работ, мне нравится, реально, даже сожившие многие мне теперь нравятся. Класс, я понимаю, о чём ты, у меня такое было в самом начале тоже, когда ты вроде клиенты довольна, ты такой стыдно, вот, не хочу пока. Да, 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 потом, да, да, или делаешь там работу, вроде ничего, на следующий день, и ты такой, блин, ё-моё, Чего за фигня, лёгкий палки, я не буду постить. Вот. А всякую жизнь намного лучше. Есть ли у тебя какая-то любимая, у тебя самая впечатлившая работа твоя, последняя? Наверное, это будет сейчас мужчина предстоящий, да? Но до этого есть что-то, что ты такая, вау, неужели-то я сделала? Вот у меня такая работа есть. Да, вот. Я её, кстати, прислала в чате, я даже сказала, что у меня радость мне наконец-то понравилось, что я делаю. Это вот... Подожди, ты в чате или мне тоже прислала? Или тебе тоже прислала, да. А кто это? Ну вот там перекрытие было, я удаляла старые крови, потом перекрытие делали. Мне прям понравилось. Она, там, такие, с желтоватым оттенком в головке немножко остался старый пигмент. Но она уже в потилке. С большими глазами-то. Ярко накрашенная. С красными глазами. С очками? Да, сейчас, смотри, я сейчас включу. Зум. Нет, нет, а. И мы понимаем. Так, давай сначала тогда. Ну-ка. А, так это... Это, получается, твои... То, что ты делала раньше, да? Да, это пипец, который... Это чистой воды схемы, да? Ну, это схема, да. Я ничего против не имею. Конечно, это схема. Потому что я смотрела там, кто-то как-то рисовал. Ну, это вообще пипец, конечно. Здесь тоже. И пыталась повторить это всё. Вот. А это уже сейчас. Это уже во время и после курса, да. Вот это вот. Вот эта работа мне понравилась. Перекрытие. Всё, я поняла. Это сложная такая... К перекрытию работа, кстати, согласна. Потому что многоцветная. Потому что вот эти пятна прям в головке такие дурацкие. Ну, всё равно такой контраст, знаешь, что когда смотришь и без бровей вообще вдруг отпасывают такие брови шикарные. Мне прям понравилось. Даже, допустим, со своими нюансами, со своими какими-то там дочётами, но всё равно смотришь, у человека настоящий вид, живые брови. Я, кстати, забыла сфотографировать зажившую. Она хорошо получилась. Приходила уже? Да, она предлагала другую процедуру к косметологу, и я забыла сфотографироваться. Меня сфотографировала, она ещё придёт. У неё не зажило, не было. Это будет коррекция ещё, или уже она не хочет коррекцию? Нет, мы сделали. И была первичная процедура и коррекция. Я как-то лоханулась, надо было её сфотографировать. Но я позвонила на инсистенцию. Слушай, а у вас там в Греции тоже с лазерами проблема? То есть тебя ждёт много перекрытий, да? Нет, у меня лазер есть. У меня лазер есть, просто они не все готовы к тому, что удалять долго. Вот если долго, понимаете? Я после курса Микрикова, я же им говорю, через 2 месяца приходить. Они такие, как 2 месяца? Ещё 2 месяца ждать? Я говорю, ну а как вы хотели, чтобы был хороший? Ну да. Ой, нет, давай перекрывать то, что есть. Вот так. Вот их никто не хочет ждать, понимаешь? Ну, у них и здесь и стандарты такие низкие, потому что у нас-то в России, там в Украине, там очень много мастеров, достаточно сильных. И у народа тоже есть мнение спортированное, эстетическое, очень хорошее. Они видят хорошую работу, у них развивается всё в голове, они видят, они могут отличить плохую работу от хорошей. Вот. А здесь это очень много плохих работ. И как-то народ не очень образован в этом смысле, так сказать. Слушай, а у тебя получается огромное поле деятельности. Ты можешь сделать свой Инстаграм очень интересным, образовывать народ в том числе, показывать, как надо, как было бы. У тебя есть планшет, на котором ты можешь рисовать? Не мой, но есть. Просто ты могла бы даже на примере вот этой работы, например, показать, а как было бы, если всё-таки вот эти части удалили бы, например. Ну, ну да, которые головку утяжеляют. Да. Но есть, но в многом чего можно сделать, да, просто всё время такая сучу и себя копаю, думаю, а кому это интересно? Зачем это надо? Да кто будет смотреть там? Так-то так. Ты не права, это очень надо всё. Но мне вот... Я только... Да вот, вот он... Вот эта работа мне тоже нравится, говорю. Вот здесь ты... Да, там тоже есть недочёты, там надо по излом сделать как-то они тоже другообразные какие-то и поверху там волосков надо бы добавить. Ну, короче, там есть тоже над чем работает. Причём смотри, эскиз ты рисуешь хорошо, более правильно по форме, а потом что-то теряешь в процессе, но это такое, это придёт, это вообще мелочь, это просто с практикой. Да, по-моему, это было из-за того, что у неё жирная кожа и у неё вот эти вот красные точки, они стёрлись просто тупо, и я уже там на ощупь как-то рисовывала. А как ты думаешь, возможно ли было бы, чтобы, например, ты делаешь процедуру, а мастер, ну, например, Саша или я, или вообще куратор, в принципе, с курса, кто-то показывает, как ты делаешь процедуру, а мы тебя поправляем, говорят, так вот здесь там ты пальцы не туда, ну, как бы с тобой в прямом эфире процедуру провести. Вариант был бы? Я была бы в восторге просто, насколько бы, насколько вам это бутерно, я не знаю, но я была в восторге. Я просто сейчас подумала, что теоретически можно ввести это в курс, надо подумать об этом. Да, если там, предположим, это постановка руки, потому что иногда, да, знаешь, как вот работаешь и не понимаешь, что не так, вот что-то не так, а может мастер какой-то более опытный, ты или Саша может сказать, что так вот так вот посади клиента, вот так вот положи руку, там предположим, будет все нормально. Вполне. Потому что я тоже долго догоняла, что там голову клиента надо как-то повернуть или там положим подбородок. У меня все время вот это вот забываю, когда на головке работаю, я забываю попросить, чтобы подбородок. Слушай, а это зажившая получается? Это зажившая, да. А ты знаешь, что вижу в проблему? Она эти пучки отрастила, их не было же. Она их просто тупо... Она, да, она их, да, она их подщипывала периодически, хотя я просила не щипать, она их щипала периодически, потом, когда у нее появились свои брови, она вроде как решила не щипать, что ли, не знаю. Слушай, ну прекрасно ты по цвету, ты уложила на правильную глубину все, там прям вообще по мелочи доработать. Причем, это оба цвета холодные, это каштан холодный, это русый холодный вместе. Прикольно. Значит, у тебя легкая рука, мадам. Да, и у меня причем светлыми цветами плохо получается. У меня этот несчастный рус, ёлки-пап, я его никак уложить не могу, мне все время нужно что-то капнуть, ну как бы потельнеть. Вот, а так, в принципе, неплохо. И вот там, а вот это вот тоже неплохая работа получилась. Ну там тоже по мелочам надо получше форму сделать, конечно. Ну зато волоски хорошие. У тебя видишь, она, кстати, работы, те, которые мы смотрели вначале, они более ранние, судя по всему, потому что я вижу на всех остальных больше симметрии уже. Форма вся та же, такая слегка дугообразная, без критериальных точек. Но симметрии побольше везде. Ну да. Ну она тоже рисует все время брови, и ей прям хорошо. Вот я рисовала черным карандашом прям эскиз, и он даже черным карандашом на такой блодинке смотрелся классно. У них это порно. Я постоянно говорю, ты же можешь чуть надавить или легче работать, и этим карандашом можно на всех вообще работать. Вполне, вполне же. Слушай, ну здорово, потому что, вот смотри, живая бровь вообще. Да? Супер просто. Я просто начала что-то там рисовать сначала коричневым карандашом, а у нее такая кожа там не рисовала вообще в принципе. Я плёнула их в золочерный, и я думала, боже мой, какое счастье. Какое счастье. Класс. Так, что тут? Вот. Какие факторы, на ваш взгляд, делает этот курс привлекательным для будущих студентов? Какие? Давай, перефразирую. Что именно сделало этот курс для тебя всё-таки привлекательным, что ты его купила? Это, не знаю, моя медийность, или то, что я делаю, сами картинки, или то, как я говорю, как обучаю. Что именно? Так, как ты обучаешь, мне нравится вот этот неформальный стиль, мне очень, ну, всё доступно, и не сильно так собор, короче говоря. Вот. И ещё мне очень привлекло, что будут именно кураторы. Вот мне нужны были именно кураторы, потому что я хотела, чтобы мои работы проверяли, чтобы меня направляли, чтобы меня как-то попитировали, и чтобы вот прям как из-под палки. Мне вот так вот очень-очень мне понравилось. Потому что сам тут раз куратор такой тебе, условно, Валентина, да, пишет, так, сегодня, София, ты должна обязательно сделать урок, тебя Саша ждёт, там проверить хочет, да, ты такая, а я хотела я имела, придётся, я имела, я имела в виду Сашу, потому что она будет проверять работы. Ну да, ну да, я к тому, что я помню, как я ходила в спортзалы, когда у меня оплаченный тренер, я понимаю, что он там ждёт в определённое время, такая, даже если не хочу, я иду, что же поделать, вот мы так устроены, да? Ну да, вот, и вот эти два, наверное, ну и, конечно, сама техника мне очень впечатлила, то есть, лжевшие работы какие-то, которые мне очень нравились, свежие работы, которые очень хорошо смотрелись, я тоже прям хотела так. Слушай, а вот ты живёшь в Европе, да, вообще греки, это бровястые люди или всякие разные, знаешь, похоже можно сравнить там с Россией, Украиной? У них есть брови, но они доводят до такого состояния, что хочется плакать, реально, вот, были девочки, которых прекрасные брови были, они такую вот, выщипывают, вот с такими вот головками, то есть, получается, как запятая, я не понимаю, почему, в чём проблема, я смотрю, куча людей с шикарными бровями, видно вот эти вот пиньки, которые вот здесь, а всё остальное пересипано в ужасную форму, вот, а так они, да, они волосатые все, конечно, тут избилятся на ура, ребята и девочки ходят, у них практически вот линия волос соединяется с линией бровей, они такие огромные, очень, я поняла, а приходится ли тебе воевать, объясняя, что ты вот делаешь, вот, не микроблейдинг, все хотят микроблейдинг или все хотят растушёвку, или все хотят вот эти вот широченные брови, растушёванные, как сейчас в тренде, пиявки эти, с чем работаешь? Тут как раз, тут как раз, вот на счёт вот этих вот широких бровей не очень, честно говоря, они наоборот хотят получше, поаккуратнее, там, не дай боже, там, даже с волосковой техникой, я имбариваюсь, нам предполагает, что должна быть ширина, они реально не отдавают мне получше, потому что я не могу, вот такие вот огромные брови, там какие-то, ну, по их мнению, наоборот, воевать, насчёт форм приходится, да, иногда, насчёт воздушности, потому что очень плохой уровень, именно татуаж, который делают здесь, то есть, к мне приходила девочка, у неё брови, ну, вот прям фломастер, чёрный, фломастер просто, широкий, и ей норм, ей норм, и большинство здесь норм, то есть, они делают треша, как всем но, вот, и приходится объяснять, что, когда ты делаешь свою работу, она более воздушно выглядит, им кажется, что что-то маловато, что надо вот паять, потому что здесь волоски, когда делают, это прям брёл, прям вот после заживления микроблейдинга, у меня, я могу, если понадобится, показать, какой уровень работ здесь делают, вот, и там прям... Знаешь, что я тебе ещё скажу, я, когда, я делала волоски всю жизнь, вот сколько работы, столько я делала волоски, да, и примерно половину времени, я тоже билась с клиентами, которые приходили, говорили, ну, что-то мало мне, ну, что, давай сверху растушёвку делать, или вот, что-то, такие, потому что, да, бровь, потому что, бровь, это не вот эти вот, давай найдём твои, вот эти старые работы, не вот эти вот, пять волосков, десять, между которыми, вот эта пустота, бровь должна быть, выглядеть, как бровь, именно поэтому, я объясняю, как расставлять акценты, что даже широкая бровь, бровь тебе, кстати, я сейчас пересмотрю твои работы, ты поймёшь, ты можешь рисовать им эскизы, довольно широкие, но когда у тебя акцент стянут в середину, бровь сразу смотрится, прям, гораздо более, да, поняла, да, война с клиентами была, они приходили, ну вот эту клеточку, закрась мне, потому что, ну вот эти все схемы, эти все гиперреалистичные схемы, они подразумевают, вот эти одинаковые какие-то ромбики, в середине пустующие, страдающие, такому клиенту, всегда мало, ему нужно, чтобы закрыли, закрасили, или сверху вообще всё закрасили, потому что, проще с фломастерными бровями ходить, чем, с какими-то вот такими, которые хочется дорисовать, докрасить, именно, и когда ты начинаешь делать работы вот такие, где уже их ничего не смущает практически, потому что здесь бровь смотрится, ну ты можешь её сделать ярче, например, да, но тут уже не нужно закрашивать какие-то кусочки, которые их смущают, когда они, ну ещё вот здесь вот везде, закрой дырочки, что-то не было бы, да, правильно? Ну да, ну бывают, конечно, такие, которые приходят, что мол, а вот здесь вот волосочек подрисую, а вот здесь вот волосочек подрисую, но это такие уже супер, как сказать, ну, хотя прям полную симметрию, все одинаковые волоски с одной и с другой стороны, но это такие-то единицы, конечно. Да, основная масса, они уже будут вот таким бровям, потому что вот эта бровь, которая вот здесь нарисована, у этой женщины, она выглядит, как твоя живая бровь, вот я на тебя смотрю, она у тебя достаточно яркая, густая, но виден вот этот рельеф, пучки, соединения, но видна и форма в то же время, и нету такого, что какая-то в середине пустота, да, как вот на... Да, 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 это мне и нравится, именно это, мне самой, как клиенту, тоже нравится, честно, вот я как-то... Когда она ушла, она была очень довольна, она прям... Но она немножко напряглась, чтобы быть темноватой из-за чёрного карандаша, но в принципе, это было достаточно съедобное эскиз, когда она посмотрела в зеркало, что более натуральный цвет, более такой тёплый и светлый, она такая, ой, как хорошо, как лак, и ушла, потом такая довольная. Тебе надо записывать эмоции клиентов тоже, это очень прикольно. Это да. Знаете, что я делаю? Я просто распечатывала себе не забудь сфотографировать, не забудь сначала... Я вот прям себе вешала стикеры везде, понимаешь? Да. Потому что ты такой, фуф, она довольна, и она ушла, ты такой, фу, я не сфоткала, и потом нечего показать. Ну да, надо, ну просто, когда ты пытаешься там сфокусироваться, как-то сделать как всего фотографию, ещё не хочешь своего мучить клиента, такой, да, нормально, давай, ложись, делать. Вот, и много чего надо переделать. Кстати, получается, из-за того, что тебе на уроке надо отчитаться, эскиз показать, и вот это вот всё, у тебя уже, наверное, на автомате должно появиться, что ты фоткаешь доп, эскиз, сразу фоткаешь, всё фоткаешь. Энда-дал. Это да, я уже вот на постоянке фоткаю, потому что раньше забывала, теперь никогда не забываю, но просто проблема в том, что мне хочется как-то ещё покрасивее сфотографировать, потому что, ну, не так хорошо ещё фунив телефоном при фотках, мне хочется его донимать клиента, потому что он уже запустит, ну, варь, там, господь, и так, ну, короче, в какой-то работе, я прощаю внимание, да, есть кто-то, кто фыркнет и убежит, а в общем и целом тебе очень важно снимать работу, вообще прям даже не стесняйся, делай это. Класс, а вообще есть в Европе, в Греции конкретно, проблема с тем, чтобы лица выставлять, потому что мне часто говорят, они не разрешают, а я смотрю, у тебя вообще без проблем. Да нет, мне никто ещё не говорил, ну, бывают, там, два-три клиента за всю историю, там, что они бы сказали, ой, меня, пожалуйста, не фоткайте, я говорю, ну, хотя бы, вот эту вот часть можно, а вот эту вот можно, а всё лицо нет, а всё, так, в принципе, можно, все соглашаются, никаких проблем, и выставляют, даже без этого соглашения какого-то песеного, мне никто ничего не присылал, и сейчас, ну, типа, у меня было смутное ощущение, что преувеличивают проблему мастера, которые пишут, что у нас не разрешают себя фотографировать, я тоже никогда с этим не сталкивалась, и... Да нет, куча, куча мастеров здесь, которые выставляют фотки каждый день буквально, и никто ничего не говорит, и не было такого, по крайней мере, здесь в Греции я такого не видела, не слышала. Какая стоит процедура у тебя? У меня 100 евро. Это мало или много для... Ну, если учесть, то средний ценник здесь 250 евро, поэтому... А почему? Причем работы? Ну, потому что я так поняла, от... Ну, когда Дима, когда я начала курс Димы, что... Ну, то как-то, как он говорит, что нельзя поднимать цену, если у тебя нет там загруженного рабочего дня. Ну, вот я думала, что я спущу... У меня было 150, я смешала, потом я спустила до 100, потому что мне не было загруженного дня. Ну, как-то ниже понижаться, мне уже стрёмновато, честно говоря, потому что даже свои деньги, я там за всё остальное, там, выручки будут очень мало. слушай, слушай, ну, тебе по идее надо такой некий чек-лист составить того, что ты там из себя представляешь как мастер и узнать у твоих клиентов, что именно там не соответствует. Ну, знаешь, вот это вот то, что, о чём мы говорим, стобальная система. То есть, почему ты не обрастаешь с такими работами, сарафаном молниеносным просто вообще? Ну, во-первых, да, ты не показываешься, там, в инстаграме ничего не ведёшь, возможно, что ты не так говоришь во время процедуры, возможно, ты где-то не в том месте работаешь, то есть, и что-то менять, потому что ты мастер, который, безусловно, выделяется на фоне тех, кто там, особенно тебя окружает в Афинах. Да. Но что-то ты где-то, где-то ты не дотягиваешь, раз сарафана нету. Ну, да, я не знаю, честно говоря, я попыталась там спросить сразу девочку, которая пришла, я говорю, а вот скажи мне, вот ты сейчас пришла, да, и вот что не так, мозг твой, какие у тебя там мозги бывают. Ну, то есть, начала я её расспрашивать насчёт того, что, может быть, где-то я что-то не понимаю, может, человек пришёл, нахрякся как-то где-то. Вроде все говорят, да нет, я сразу к тебе пришла, сразу мне доверие. То есть, всё нормально. Я сразу пришла, села и успокоилась. Ну, может, кто-то приходил, там у него были, там, небольшие страсти по поводу иголок и так далее, но я их сразу всё показывала, всё рассказывала и успокаивались. Не знаю, в чём дело, не понимаю. И по поводу я вроде бы, ну, надо на это ещё раз поспрашивать. Не знаю. Ну, слушай, самое первое, самое важное, это тебе надо соцсетями заняться всё равно, потому что без них это сложно. Потому что, знаешь, ещё в чём проблема? Ты начинаешь делать такие работы, которые не видно, что это татуаж. А если она сама не прибежала, не рассказала в восторге подружкам, родственникам и на работе коллегам, то они и не спросят, они будут думать, о, чё-то у меня изменилось, а чё непонятно. Поняла? Ну, в принципе, да, что ты там что-то чудо сотворила. Потому что у меня такое было с мужчинами, у которых аллопецы. Они приходили на работу, боясь, что сейчас будут всех там слюнявить, стирать, а на них никто внимания не обращал, они потом сами ходили и спрашивали, а чё, ты не видишь, что ли? Они такие, чё-то изменилось, чё, брови отросли. Ну, то есть, понимаешь, если не ткнуть носом человека в твою работу, а почти все клиенты этого не делают, поэтому тебе надо о себе просто громче заявлять, заявлять. Естественно, цену поднимать только когда у тебя запись будет, вот как Дима говорил. Ну, это да, да, да. Мы стесняемся время, но надо как-то это всё прорабатывать, наверное. Всё-таки начать. какой-то курс, где ты заплатишь, и тебе будут пошагово говорить, что делать, чтобы ты инстаграм начал работать, чтобы ты такая... Ну да, и проверять куратор, да, сколько дал работ там, сколько историй. Ну нет, я знаю, что надо делать, что надо побольше информировать народ. У меня идей куча, я ничего не могу это себя пересилить, потому что я стесняюсь, ну какой я авторитет, ну что я сейчас начну всем разговаривать, кого-то обучать как надо, показывать как надо, типа сама ещё ничего не знаешь. Ну, это мои проблемы. Это же самозванца вот эта проблема. Да. Понимаешь? Где-то сидит бездарный микроблэйдингист, который вещает там, не стесняясь вообще, без всяких вот этих проблем с самозванства, а ты сидишь стесняешься, и к нему пойдут бедные люди. Ты знаешь, что надо понять? Что ты спасёшь людей, которые, если о тебе не узнают, пойдут к нему. Понимаешь? Да, да, это... У меня подгорает, да, конечно, потому что я смотрю работа, там такая сидит, а у неё работа... Ну вот если я сейчас в ручьё, это, это, год 2001 для, или тысячный для России, вот уровень работ, который она делает. И она такая сидит, сумма, видит, вот мы сейчас вот это вот делаем, вот посмотрите, как натурально, там такие брёвна лежат, и я такая, мать моя женщина, да что я сижу и ничего не рассказываю, ёки-палки. Ну, вот так. Всё, твоя программа максимум по мелочи работать с эскизом? Да. Вот то, что я сказала, да? И начать вести инстаграм, удалить все страшные, некрасивые работы, оставить только новые, хорошие, делать на этом акцент и рассказывать о том, что ты делаешь. Ну да, надо, составлю тебя, спасибо большое. Да, тебе спасибо большое за то, что рассказала свои мысли. Не за что. Огромное спасибо ещё раз, я ещё раз пришлю в конце уже под конец курса, вот так вот, спасибо. Чат сохранится, вы все там останетесь, можете там, кто-то спрашивал, конечно, никто не будет его уничтожать, все можете продолжать общаться и делиться, и это очень круто. Вы же, блин, практически родственники за это время стали. Можно сказать, да. Те, кто постоянно общается, я думаю, многим тем, кто стесняется писать, тоже всё важно, что вы описываете и говорите, и он будет существовать, и у нас есть чаты, которым вообще уже по 10 лет там до сих пор общаются, мастера сидят. Ну да, я была бы очень рада, конечно, с девочками дальше общаться, мне понравилось, живое общение, мне понравилось. Спасибо ещё раз. А что ты вот, например, я даже не думала про дипломы всякие, вот у нас даже ничего нету готового, сертификаты, дипломы, вот это вот важна тебе вещь? Нет, вот реально, меня, я в прошлом году, когда была на мастер-плассе, они дали дипломы, и я их положила в тумбочку, мне сестра говорит, а что ты не повезешь на стену, ты же всё-таки взяла, я говорю, ну ладно, Господи, никто на это не смотрит, у меня реально не было ни одного клиента, который бы мне сказал, вот скажите, пожалуйста, где ваши там дипломы, они смотрят на работу, и надо, ну, как бы, и для меня тоже не нужно это повесить на стену, я же и в чемпионатах тоже не очень-то и хочу участвовать там, чтобы кубок какой-то поставить и сказать, вот я там че-то. Нет, я работать хочу, мне не очень так дружны дипломы. Мыслишь, мыслишь так же, как я. Ну ладно, рада была поболтать, тебе там уже спать пора. Спасибо. Пока нет. Спасибо большое, тоже была очень рада. У работ новых, по-новому. Буду, буду, буду слайд. Мужчину пришлю точно. Да. Жду тоже, поможем. Хорошо. Все. Спасибо большое. До свидания, до свидания.